всем здравствуйте я лилия вы на канале любимые крестики и сегодня я вам хочу рассказать немножко о своих процессах которые были у меня в январе 17 года перед вами работа почти законченная это рукодельный магазинчик от джанлин как видите он почти готов последний раз я вам показывала я была где-то вот в районе вот этой витрины сейчас мне осталось вышивать буквально 300 400 крестиков вот в этом месте и работа моя практически завершена остается выполнить только бэк по поводу бэка хочу сказать я вообще планировал я и рассказывала в своем видео что я планировала отшивать какие-то элементы завершать его пиком переходить к следующему элементу но работа стала затягиваться потому что бэк я я уже не раз говорила что я не люблю бэк не знаю почему хотя работа сразу преображается как только сделаешь какие-то элементы но вот меня это немножечко напрягает поэтому вот здесь у меня почти сделан бэк но не до конца нету фрузиков и не до конца доделан бэк я сразу перешла к этому элементу сюда перешла буквально за один день вышла вот эту витрину и вот уже завершаем здесь к бэку я пока не приступала в принципе бэк я буду делать в течение наверное февраля месяца потихонечку потихонечку я буду прям по одной-две ниточки наверное как-нибудь потихонечку я его доделаю конечно как только делается бэк элементы приобретают свой завершенный вид сразу какие-то мелкие детали прорисовываются все это очень красиво но я поняла что бэк нужен не только для того чтобы прорисовать мелкие элементы он еще нужен для того чтобы с изнанки закрепить хвостики и протяжки сейчас я вам покажу о чем я говорю то есть вот посмотрите когда я вышивала вот этот элемент да то есть вот очень много каких-то мелких деталей здесь вот выше и очень много хвостиков и когда я делаю бэк они хвостики и протяжки ложатся на место то есть они не бушатся не дергаются в разные стороны так что бэк нужен вот такая работа у меня получается мне очень нравится безумная красота конечно безумная проработка деталей мелких еще раз повторюсь что самое любимое моя часть это входная дверь я не знаю почему все красиво абсолютно все красиво но входная дверь это мой любимый элемент в этом домике я не знаю почему как она смотрится шикарно обожают элементе здесь у меня была очень простая организация ниточки были на органайзере пока ниточки которые участвовали в процессе у меня были перемотаны на бобиночки разложены вот в такие файлики вот столько ниточек у меня остается плюсом хотя я все покупала по ключу у меня посмотрите сколько осталось ниточек вот такое количество ниточек у меня от этого процесса стало с нетронутыми то ли я про счетах как-то где-то не доглядела то ли ключ но я перепроверять не буду да то есть почему у меня так много ниточек остается в принципе они пригодятся когда-нибудь я надеюсь вот но вот такое количество ниточек у меня остается от этого процесса по поводу схемки я уже рассказывала что схема у меня отсканированная распечатала я ее на струйном принтере вы знаете что струйный принтер не совсем хорошее качество печати дает и плюс вот можете посмотреть где-то какие-то влажные капельки все растекается все затирается кстати она пачкает вот эту часть окрашенная она пачкает немножечко канву то есть сама краска но не стойкая получается поэтому схемка вот в таком виде здесь видите разводы бэк достаточно тяжело в некоторых местах просматривается я начала делать перенабор этой схемы перенабор я сделала крестики очень быстро перенабрала с бэком я возилась очень долго я перенабор забросила потому что ну бэк меня просто убивал да то есть прорисовку вот этих мелких деталей как вышивки так и в паттенмейкере меня это скажем так не вдохновляет да такая работа но я взяла себя в руки и я доделала вот видите я уже распечатала схемку с паттенмейкера все это элементы которые я дошивала крестиками по этой схемке здесь все остальные элементы у меня прорисованы уже бэк бэк я буду делать вот по этой схеме потому что все таки он более более здесь вот четкие схемы я распечатала достаточно крупно чтобы было удобно просматривать где и что мне делать вот такой процессик думаю что в течение февраля бэк я закончу и у меня будет вот такая красота и второй процесс у меня в январе месяце был в рамках сп городские истории я вшиваю лондона триолис вот столько у меня вышипа работа мне очень нравится очень яркие краски и даже вот в этом месте где достаточно казалось бы такие темные цвета но они все равно настолько гармоничны в этой работе в принципе мне это очень нравится вышел я почти две трети работы наверно больше половины две трети нету когда я дошью вот этот участок здесь вот у меня будет две трети работы мне очень нравится работа очень ярко идет достаточно легко ниточки анкор в организации своей я ничего не меняла у меня также схемка ключ и в принципе органайзер ниточки на органайзере дубков это очень удобно про работу хочу сказать что иногда некоторые цвета конечно я бы наверное чуть больше каких-то более мягких переходов на свой вкус добавила но в общем плане в принципе все смотрится достаточно гармонично бэка здесь будет не очень много меня это радует принципе он здесь только обрисовывает небольшие контуры на биг бене немножко на здание ну и в принципе вот вы на схемке можете посмотреть бэка здесь не очень много поэтому работа такая достаточно легкая для меня вышивается быстро достаточно но я особо не тороплюсь потому что работу меня начатых много вот и решила я постепенно постепенно все работы свои заканчивать вышиваю я уже говорила на самодельном станке поэтому сейчас вот я вам даже показать как бы саму работу я ее сложила чтобы снимать станка потому что у меня здесь я использую пришивной момент такой вот не клипса именно пришивные у меня планочки для закрепления работы вышивать на станке мне очень легко и удобно и в принципе все работы которыми на станке они вышиваются достаточно быстро и поэтому вот сейчас закончу эту работу я уже думаю что же я натяну на станок что я хочу закончить быстрее да единственный минус это то что он так достаточно если не сильно крепко закрутить винты достаточно быстро складывается но я уже приноровилась и в принципе эти моменты у меня как бы получаются я уже контролирую сейчас я хочу докупить вот таких деревянных планочек вот и наделать такие я использую мне не корсажная лента я использую ленту пришивную для тюлей вот то есть я хочу набить несколько таких планок чтобы работы можно было на станке менять потому что на станок на данный момент то я хотела станок такой держатель для рам приобрести но пока финансовая возможность не позволяет купить такой станок как я хочу вот размениваться как говорится по мелочам тоже не будет учиться поэтому думаю что я наделаю вот таких планочек пришью на них с двух сторон работы и потом будет просто очень легко и просто их снимать со станочкой менять работы решил я выйти таким образом из положения более подробно об этой работе я расскажу в отчете по совместному проекту вот на данный момент именно хотелось показать свои продвижения и хочу вам немножечко рассказать о третьем процессе здесь я вышла на буквально несколько бисеринок и опять я его отложила это матрюнин посад артикул 18b называется таинственность очень красивая девушка мне она сразу понравилась я как только увидела ее сразу купила и это было года три или четыре назад и вот за три-четыре года как видите продвинулась я совершенно чуть-чуть попробую я и сверху повышевать видите тут буквально несколько штучек с этой стороны вот я повышевала но уже многие про это не раз говорили у матрюнина у посада есть такая фишка это как символы которые здесь вот они пропечатаны и кажется да то есть абсолютно кажется что это ну цвета все разные что все вот особенно вот эти вот вроде бы разные но когда начинаем вышивать мы начинаем смотреть и непонятно какой из них темнее какой светлее каким цветом вышивать сейчас при дневном свете еще хоть как-то можно ориентироваться по цветам есть еще но хоть какая-то надежда что-то разобрать но при искусственном освещении все абсолютно теряется вся расцветочка все сливается в один фон и вышивать становится невозможно ну конечно мне уже было желание и выкинуть эту работу и и уже даже бисер где-то у меня я который был участвовал вышивки он у меня рассыпался я его просто пропылесосила думаю даже собирать не буду не знаю конечно кое-что мало осталось кое-что еще и много есть не знаю будет ли мне хватать бисера но решила я все-таки не останавливаться решила я что я ее буду по выходным потому что работаю я до 7 вечера да то есть как бы домой прихожу вернее в 7 вечера и конечно же очень с искусственным освещением вышивать невозможно поэтому я какой-то день недели либо суббота либо воскресенье буду посвящать днем хотя бы час-два вышивки этой работы мне она очень нравится действительно нравится действительно красивая девушка вот так вот она выглядит на обложке я надеюсь что у меня хватит сил терпения все это тело до вышивать я надеюсь что не бисера хватит который мне остался чтобы все это дело до вышивать потому что говорю еще раз бисер у меня там что много мне бисера рассыпалась и наверно сяду часочек уделю времени посчитаю по цветам которых мало сколько бисеринок мне надо чтобы хватит мне бисер или нет возможно что-то из своих запасов подберу возможно что-то докуплю вышивать на руках бисером мне неудобно я пробовала работу мне сразу мысгается и как то не знаю и бисеринки не очень ровно ложатся поэтому вышивать ее удобно только на раме но и желательно не просто на раме а на станке станок у меня пока занят поэтому я думаю что я как-нибудь постараюсь все таки сделать сменные говорила до 2 минуты назад то что хочу сделать сменные перекладинки чтобы просто менять работы вместе с перекладинками на станке чтобы можно было вышивать не одну работу на станочке а несколько потому что все таки эту красоту я хочу увидеть законченный мне она действительно нравится она красивая такая таинственная девушка мои любимые цвета фиолетовые оттенки фиолетово-сиреневые так что вот эту работу буду потихонечку потихонечку доделывать не знаю за февраль я это дело закончу или нет но в феврале я планирую достаточно хорошо по этой работе продвинуться поэтому на планах в принципе я вам основные планы так скажем вкратце описала да то есть это закончить бэкстич на моем рукодельном магазинчике джанлин и вот все таки попытаться до вышивать эту работу что еще будет в планах февраля скорее всего это либо оберег елизавета от панны либо все таки я начну зеленую деревеньку вот у меня так пока такие размышления идут какую работу новую начать но но не только начинать вышивки но и заканчивать мне хочется поэтому я думаю что в ближайшее время мы что-нибудь увидим завершенное на этом всем всего доброго всем быстрых легких крестиков всем пока